Ну вот наша изба. Девятнадцать, ого! Это наша изба, наша избушечка. Как вы и заказывали, по вашим многочисленным заявкам. Судьба изба. Серия вторая. Педали-дали и погнали. Часть вторая. О старику вспомнился грязный плачущий малыш, вцепившийся в юбку матери. Он прятался от всех, особенно от своих. На него орали, кричали, ругались, грозили и обзывали грязно. И очень обидно. Василий Петрович взял кольку на руки, умыл, посадил к себе на колени. Сиди. Мальчонка прижался к нему, обнял его за шею. Да так и уснул там, уткнувшись носом в грудь. А Василий Петрович, он боялся даже пошевелиться, чтобы не спугнуть мальчонку. Тот впервые в жизни уснул на руках мужчины. А дед своему счастью радовался. Значит, не такой уж и плохой он, дед. Если у него на руках уснул детенок. И пока колька спал, человек велел всем бабам сесть к столу. И, оглядев хмуро, сказал. А, поглядел я на вас. Узнал, чем и как тут дышите. И вот, что я проскажу вам. Забираю я от вас тоньку сколькой. Забираю. Навовсе. Насовсем увезу. Их в город повезу. Затурковали их в конец тут. Замордовали обоих. Живьем сгрызли. Вы гнобители. Из молодой бабы сообразили загнанную кобылу. А и детенок средь вас без детства живет. Смеяться совсем не умеет. Только плачет. Любить даже не научился. Выходит, не за что. Эх вы, стервы вы, лохмоногие. Мартышки вы облезлые. Цельную судьбу мужичью сгубите. А ведь калюнька единой звездочкой средь вас жил. Радостью и солнышком был. А вы не видите. И нынче увезу его. Увезу от вас, солнычка. И чтоб ни одна с вас ногой в мой дом не ступила. Никогда, стерва. Слышь, тонька. А ну сбирайся мигом. Документы все забери. И более ни ногой сюда, в этот змеюшник. Дом на тебя и на колюшку отпишу. Простись ты с этим змеюшником и поехали домой. Тонька, обалдев от счастья, повисла на шею у деда. Ей не верилось в услышанное. Повесилась, как та де тетя. Она спешила. Она боялась, что дед может передумать. Но тот только торопил. Давай свой паспорт. Да еще аттестат не забудь. И эту, колькину метрику. Ну а справку или трудовую книжку, нехай эти две кикиморы получат. Я их через месяц навещу, и все у вас заберу. Слышь, а на шо сдалася тебе ця целогрейка? У меня ты ее не наденешь. В городе их не носят. Тута оставь. Налегке поедем. Твое тропье там не годится. Вот колькина, да, колькина возьми. Горшок, сосок, игрушки на первое время. А потом и другое куплим. А у тебя сарай есть? Спросила Тонька. Сарайка? Ну, само собой. Имеется. Значит, я свою телку заберу. Она стельная. Через месяц телком разрешится. Своё молоко будет, обрадовалась баба. Вот чума бесстыжая. А ты нас спросила хоть? Или одна телка ты тут выходила? Мы тоже за ней ходили. Корова старая. Уж семь годов поднялись все бабы. Ох вы, гадюки. Головы поподымали. А ну, замолкните, лярвы. Не теперь возьмём. В такси, шо нас вот дожидайца. Телуху не впихнёшь туды. Другой раз за ей на грузовике припромся. Коль Тонька решила взять скотину, будет по её слову. Я глядел всех и добавил. Недарма возьмём. Гроши за её заплачу. Ты бабы мигом стихли. А-а-а, успокоились. Тонька, уложив всё собранное в узелок, вышла во двор, сверкая улыбкой. Гордо пошла к калитке и уверенно подошла к такси. Следом за нею, бережно держа на руках спящего Кольку, шёл Василий Петрович. А-а-а, высвободитель. Он не простился. Ни слова не сказал тем двум бабам, плетущимся тенями за спиною. Они что-то говорили, куромлекали, но их никто не слухав. И едва дед, устроившись, захлопнул дверцу машины, такси рвануло с места резвой кобылой и, миновав деревенскую щербатую улицу, выскочила на асфальтированную трассу и помчалась в город, в огород. Тонька впервые в своей жизни выехала из деревни. Действительно, впервые. Её до этого никогда не покидала. О городе она слышала очень много, но она ни разу там не была. Не ездила даже к деду, потому что не звал, а и мать с бабкой тоже не пускали. Да и работы было много. Не до гостей тут. Успеть бы с этими заботами управиться, чтобы не сдохнуть от них к ночи. Всё, запороть надо в деревне. И Тонька даже не мечтала, что уедет из деревни в город, а не в огород. И вдруг всё случилось в один день, в одночасье. Правда, дед частенько приезжал к ним, привозил продукты, иногда помогал, арашима. Но никогда никого не звал к себе в город. Никогда. Хотя и без приглашения несколько раз побывала у него мать. А бабка боялась сама по себе навещать бывшего мужа. Она знала крутой норов этого человека. Он не любил незваных гостей и мог вытряхнуть со двора за шиворот. Ты чё пришла? Ведь дом-то был его. Ага. В деревне Василий Петрович считался чужаком и никогда не жил. Ни разу не заночевал даже там. С деревенскими не дружил и даже не общался. А он родился и жил в городе. А, городской человек. Но свою деревенскую родню он тоже не забывал. Помнил. Иногда. Хотя особого тепла в их отношениях действительно не имелось. Встречались они без особой радости. А расставались без тоски. Хотя и мать, и бабка ждали приезда старика, потому что тот никогда не появлялся с пустыми руками. Ожидали небесные. У них он никогда ничего не брал. Даже не суйте. И никогда не задерживался подолгу. Всегда привозил гостинцы Тоньке. Она очень любила деда. Не за них. И вот однажды, совсем недавно, но не выдержала баба, написала письмо деду в город. Рассказала о своей жизни всю правду. Все, как есть, описала ему. Милый дедунька, вовсе мне не в моготу здесь стало. В деревне из бледей люди не вытаскивают. А дома со своими и того хуже. Ладно, меня всяким куском хлеба попарекают. Хотя, чертоломлю и дома, и на работе. Теперь уж и до Кольки добрались. В его зубах считать даже стали. Намедни вот купила ему пряников. Так бабка пожелала, чтобы малец насмерть подавился. Мол, только в расход вгоняет. Дедунь, другим мальцам конфеты всяк день покупают. Мой сын их и в глаза даже не видывал. К собаке и кошке относятся и то, даже лучше, чем ко мне и сыну. Вертаясь вот с работы, у мальчонки вся жопа красная, вся побитая, уши все опухшие, а сам весь зареванный. За все его почти два года даже по голове ни разу не погладили. Только бьют и ругают, бьют и ругают. Как дальше жить, ума не приложу. Хоть в петлю лезь. Вот что будет с Колькой? Его утопят или закопают живьем? Милый дедунька, если мое терпение лопнет и со мной что-то случится, определи сына в приют, чтобы он хоть выжил там. Не допусти его смерти. Умоляю тебя. Прости, но так тяжко жить стало, что смерть, она даже... Она даже мне подарком кажется. Василий Петрович не сразу получил это письмо. Он вместе с бригадой работал на коттедже в другом конце города. И только лишь закончив его, через несколько дней увидел письмо в почтовом ящике. А? Торчить. И когда прочел, руки задрожали. Медлить не стал. Собрался мигом. Нет, он ни словом не обмолвался о полученном письме. Но в этот раз ничего не привез бабам. Ни копейки не дав. Забрал Тоньку с правнуком, не дав бабам даже опомниться. Королесники чудесные. Хотя дочка уже у машины, спросила Василия Петровича, опомнившись. А как мы с мамкой нынче жить станем? Кто станет кормить нас? И Тоньку забираешь. А о нас подумал? Ведь на ей же все держало здесь. У вас коровы, свиньи, куры, огород и сад есть. Вот и шевелитесь, захребетницы. Хворать кончайте мене тута. Вкалывать надо. Работать. Ага. Арбайтен. Махтфрай. А то вон какие жопы раскормили, а? Толще, чем у коровы. Впрыгайтеся в хозяйство. Самый. Хватит тут на Тоньке мене ездить. Хватит. Не отдам я ее больше. Будет у меня в доме хозяйкой жить. А об вас, чтоб я даже и не слышал. Вот так-то и уехали, даже не оглянувшись. Угу. По-английски. Тонька, войдя в дом деда, она оробела. Поначалу. Оробела вся. Тут все иначе. Тут совсем как не в деревне. Здесь хоть и была печка, но дед ею никогда не пользовался. Так, на черный день. А и зачем, коль газовая плита имеется. Но и печку тоже не разбирал. Эн-зе. Так, как оно в жизни бывает. Он все хотел на ее месте камин поставить, чтоб при случае спину на старости гореть. Но он сам не знал, как к этому подступиться. Да и времени не было вовсе. Имелась вода в доме даже. И даже телефон. Отапливались все комнаты газовым котлом. На газу топилось. Дед с гордостью показал Тоньке ванную и туалет. Объяснил, как ими пользоваться. А через неделю баба все освоила. И она постепенно провела дом в порядок. Отмыла окна и полы. Перестирала одежду всю деда. Постельное все белье. Все даже занавески поперестирала. Научилась готовить на газовой плите. И всякий день купалась вместе с Колькой в ванной. Вскоре привела в порядок сарайку и двор. Под метелку их всю промела. И крыльцо засверкало отмытостью. Никогда так. И теперь уж не в прихожей, в коридоре стояла обувь. Ты да и вы. В комнатах парадок навела. И даже Колька перестал кричать. Он уже не залезал под стол. Он прячася под шагов. Никогда уже не залезал. Целыми днями рисовал. Собирал из кубиков дома. Гулял во дворе. И только лишь ночами ему еще снилось. Это черная деревня. И тогда малыш начинал вздрагивать и плакать. Но стоило Тоньке погладить его по голове, Колька тут же успокаивался. Он уже редко мочился в штаны. Говорил очень много разных слов. И очень радовался возвращению деда с работы. Бежал к нему со всех ног, спотыкався. И тут же залезал на руки к деду, как на паровоз. Василий Петрович в эти минуты просто блаженствовал. Пыхтел паровоз. Когда Колька, забыв обо всем на свете, Устраивался у него на руках И просил не уходить из дома. Мальчишка очень скучал по деду, по старику. Но вскоре Тонька устроилась работать нянькой в детском садике. И теперь мальчишка вместе с матерью уходил в детский сад На целый божий день. И он очень быстро там освоился. Поначалу не нравилось, да, Но потом сразу освоился. Вот он, детский сад. Стал заводилой среди своих ровесников. И уже не висел на мамкиной юбке. Перестал бояться людей. И уже ни от кого не прятался. Тонька тоже изменилась. О, городская баба стала. У меня. Уже на третьей неделе жизни в городе Женщина убедила деда забрать из деревни Телушку. Крупный рогатый скот. Уж как не упирался старик, Как не упирался, Но внучка оказалась сильнее. Настырнее была. И забрали Телку домой. Купили сено. А старик, подготовив для нее стоило, Только лишь удивлялся Тоньке. Ведь вот сама себе на шею повесила Лишную мороку. Сама себе. Теперь бери, вешайся, все. В городе-то с коровой. Куди ты ее тут? На який луга водить будешь? А? А молоко воно. Шо, с бензином пить будешь? Отто. Ведь вот же ж могли. Ну вот ж могли ж брать молоко у соседки. Все. Нема проблем. Не. Подавай свое бабе. Ага. Подавай свое. А вынесешь это все? Это ж мене самому тоже перепаде все ци проблемы. А вскоре и в сарае завопил петух. Кундрын-кундры. Заквохтали кучки, кури. И завизжали поросята. Детсад был совсем рядом с домом. И Тонька везде и всюду успевала. Повезло. Василий Петрович даже не заметил, как по уши оброс этим хозяйством. Внучка ему иногда отчитывала, что на деньги, вырученные от молока, она купила комбикорм корове, зерно курам. А потом приобрела теплую куртку и сапоги деду. Немало баба клопоту. Да. Купила порося. Правду кажуть. Правду. И нашему не те сапоги деду за вот это все. Но дед говорил, ты не обо мне, ты про себя, ты про Кольку думай. А мне уж ничего не нужно, говорил он бабе. Но вскоре находил в кармане теплые рукавички, пушистый шарфик и носки. Тонька заботилась, но молча. Хошь не хошь, Берри. Ну не выкини жишь. Она вслух только бурчала. Ругалась там на всякую мелочь и выводила старика из терпения. Тот все понимал, но не всегда умел сдержаться. Сами понимаете, прожив в одиночку много-много лет, он не любил, чтобы ему указывали и показывали, что надо делать. А при этом еще как? Еще брони, ты подыви, хайло свое открыла. А? Ну как тут не сдержаться? А потому и случалось, да, случалось. Срывался, дед. И тогда уже Тоньке приходилось кисло. М-м-м, кисло морда. А-а-а. Василий Петрович не выбирал выражений. Как едет паровоз, так и выскакивай. Прям на ходу, в столб. И как подскочил с места, кричал. Ты че взъелась, а? Воняешь тут мне с самого утра. Ты, это худопечка. Шо тебе надо, от ты скажи, от шо тебе надо? Вовсе забрызгала меня, с говном смешала. Давно ли сама с него вылезла? Ты, говно. Лярва ты, лягушача. З якого болота я тебя вытянул, а? Не помнишь? Раскут кудовкалась отута. Курыца не пистолет. Ты? Давно ли тебе душу в деревне гадили? Вспомни, вспомни, деда. Письмо кто мне написал? А теперь меня изводишь, чума ты срока-тая. Не там я рубаху кинул. Не там? Ну и хрен с ней. Хрен с ей. Я в своем дому живу, покамест. И ты тут мне не указ. Не пуши хвост. Ох, распушила. Покудова я живой, не возникай мне тута. И не вылупайся шибко. А то как оттяну ременем, как ту паршивку, шкуру до пять спушу, стервочки. А ну захлопнись, параша ты вонючая. И все. Тонька мигом убегала за печку, хныча втихую. Ну и ты, параша. Там она пряталась от дедовой лютости. Именно там. И она жалела себя. Сытывала на свою корявую судьбу. Посяйтуй, посяйтуй. Может, до ума дойдешь. Но уже через каких-то полчаса успаковшийся дед, остывший старик, вытаскивал ее из-за печи за шкирку. И, усадив напротив, говорил. Я соображаю. Я все понимаю. Отчего ты такая говенная у меня? Взросла серед змеюшник она, где все друг на дружку шипели, все кусали. Не имелось там тепла. Ну, не имелось души. Ну, вот и ты эдакой сделалась. Шипишь теперь на меня. Вот ты. Иногда такая гадюка. Не можешь по-другому, да? Не можешь. Все, грызешь, грызешь всех по чуть-чуть, пока косточку не побачишь. А? А ты бельми свои протри. Протри, бельми. Что лупаешь глазами? А? Ты. Лупоглаза ты. Глянь, на кого скворчишь. Глянь. Я у тебя ядинный. Так что поприкуси своего брехуна. Не обижай. Ну, вот сама подумайте. Ну, вот стоит эта странная рубаха того, чтобы из-за ней вот это брехаться. А? Ну, вот стоит она того. Та я ее пару на британский флаг. На что вона такая. Та рубаха надо. Но я ж не грызу, что ты мой топор сгадил. Я ж не грызу. Хоть я ж работаю им. Инструмент. Инструмент. В сарае других топоров у меня полно там. Он сколь просил, ты едино по-своему. Что надо, мне скажи. Скажи мне, я сам управлюсь. Не лезь ты за мужичьи дела, покудова я живой. Чуешь? Ведь ты баба. Будь добрее. Вот глянь, сына растишь. Вот он с тебя все и срисует. И каков он станет? А? То ж пилить зачнет. Вот тогда я посмотрю, як ты раскутку дахкаеся. Вот разве не сделается тебе больно потом? И Тонька невольно головой кивнула. А вот. То-то и оно. Ты что, тоже ж ведь не всегда молодой будешь? И оглянуть тыся не успеешь, как песок из задницы посыплется. А, кто сбирать будет? Да, ох и трудно переламывала баба саму себя. Это самая тяжелая работа. Работа над собой. Ломать привычно оказалось ой, как нелегко. И все ж все равно срывалась на брань. Ведь люди, они не меняются. Хоть ты, не баба упрямая ишачка. Ты, ишак. Роги вылупила. Худше северной пурги. Ты, северный олень ты. Ни туды и ни сюды. Как завелась, а ты подиви на нее. Даже не остановишь. Я тебе слово, ты сто в ответь. Слово, ты сто в ответь. И ты, ишачка ты. Где ты так она родилась? Ух ишак. Что, опять гавкаться пришла? Я тебе язык с жопы как выдерну. Больше не засунешь. Грозился ей дед. А я сам замечал втихую, Что все реже, реже, ну да, Реже, действительно, Бронится тонько. Только лишь когда вовсе уже так устанет, Вымоет ойца. Вот тогда бронится. Лягай спать. А ну и впрямь отдыхать ей было некогда. Сама себя работой завалила. О, обгородила поросятам. А и кому легко приходилось нынче? Ну вот кому? Вот кому сейчас легко? Он самому на седьмой десяток повалило. А всяк день без рождыху. Все годы с бригадой коттеджи строил. А сам где живу? Вот только неделю назад мастер пришел И попросил, извиняясь. Не обижайся, Петрович. А вот зима скоро. Заказов почти нету. Может, отдохнешь до весны, а? Может, побудешь дома? А как потребуешься, Мигом к тебе приду, я позову тебя. У тебя очень хорошая пенсия. Нормально же ведь. А у молодых наших ничего нет, кроме детей. Их кормить надо. Хотя заработки, сам понимаешь, Они совсем вшивыми стали. И умолк тут человек с конфужина. Вот так и остался Василий Петрович В бессрочном отпуске. Хорошо, что Андрей подвернулся. Подвернулся Андрей. Все же хоть не без дела в доме сидеть. В городе много строительных фирм развелось, Но не брали туда стариков. Но не брали. Вот и остался человек в ненужных. По халтуре. По халтурам еще. Слышь, Тонька, А завтра я пойду к Андрухе дом чинить. Делов там о непочатый край. К Рождеству я навряд ли даже справлюся. Хорошо, коль Федька воротится. Это хорошо. Даже подможет. Сам Андрей в плотницком деле Он навовсе не секет. Ни хера не знает. Зато обещался обложить кирпичом Свою и нашу избу. Да, это да. Оно в раз теплей станет. А и хата по-другому Глядеться, глядишь, будет. В раз помолодеет. Хата. Хатыночка буде. Зато весь двор засерут И участок загадят. Угу. Я возле дома чеснок Под зиму посадила. Весь его вытопчут мне. Ага. А и цветы. Цветочки все погубят. Все розы изведут. Я вон видела, Как у соседов делали. Такой бедлам. Не хочу я такого. Так где твои мороки? Где дом? Не облезешь. Новые цветочки разведешь. Проживутся. Никуда не денутся. А вот кирпич. Кирпич это все. Это на все годы. На века. С ним изба дольше жить станет. Гляди меня. Переживет. И сами хоть порадуемся. На старости Тарокев. К чему? Покуда дом обложите, Все в грязи тут потонем. К крыльцу не подойти будет. В избушке не продыхнуть. Ладно б в лето затеяли. Так вон, под зиму вздумали. Ты смотри. Завелась баба. Ах ты, ринды-пинды, Трынды-пинды, Ринды-пинды. Ты трактер, ты. А? Старство в ответ. А ну, охолонь, дура ты. Обложить дом, Это не ставить его заново. Не заново строить. Подрихтовать чуть-чуть. Красиво буде. Ты работать будешь, что ли? Чи шо? Андруха, вон, Он обещается управиться За две недели. Две недели. Шо, не потерпишь ты, Скотинякоти? То не долгая морока. Две недели. Потерпи. Ежели Федька подможет ему, К снегу оба дома Успеют провести в порядок. А уж двор вымести и почистить, Это шо, шо, шо уже все. Вовсе не тяжко, а? В пару дней уложимся. Сам дед тебе подмогать будет. Метлу только дай. Хорошо. А почему до весны ждать не хотите? Вот почему? Эх ты, дуроха! А доживем ли мы до ней? Кто уверенный? М? Вот и спешим всегда, Покуда живые. Так ты уж что, И согласие дал, что ли? Меня не спросил даже. Ну, конечно. Я вон с нашей бригады Хочу с собой взять старика. Ему тоже до весны велели отдыхать, Как и мне. Коллега! Чтоб с безделья Не заплесневеть ему там вовсе. Он согласлится. Как есть согласлится. А платить ему кто будет? Прищурилась баба. Ну, что ты? Столкуемся как-то. То не твоего ума дело. Лишь бы не хворал, Илья. Ведь и наш дом вовсе Дарма кирпич оденут. Дарма! Задарма в кирпич оденут. Ты что? Ну, так... Так и сладимся. Улыбался Василий Петрович, Радуясь, что в эту зиму Не останется без дела. Не останется, дед, без работы. Не! Дед, а мне на работе Полставки уборщицы дают. Полставки. И я тоже, конечно, согласилась. Похвалилась Тонька. А трекись ты. Кстись, дурога. И так ты задарма вкалываешь. И еще полставки задарма. Ты подумай ты, дуринда. Дешевше дома быть. И то больше проку, Чем за такие гроши там вкалывать. Глядишь, и нам подмогнуло б чем. Показали бы. Но он хотя бы Андрухи. У его в избушке хуже, чем у нас в сарае, поверь. Шагу не проступить. Ах, вовсе спаршивый вся. А ведь Федька вертается. В такую-то срань. Вот где ты, надобная. На полставки. Оно надо тебе? А вот кто мне за то заплатит? Вот вопрос. В садике хоть что-то да поимею. Там у соседа и вовсе на халяву. А то, гляди, еще и обосрет в конце. Ох, ты и паскуда ты, Тонька. Вот свинота не умытая. Как же тебя таку вообще сострапали, а? А ты че стыдишь меня? У че ты? Только у себя убираются дарма. Чужим никто не помогает на халяву. И нечем мне тут выговаривать зряшно. Тут у себя, дай бог, успеть. Или ты не врубилась ты, дурна ты? Или чего? Врубись ты. Наш дом кирпичом обложат. Без денег. Кирпичом. Ни за шо оплатить не станем ты. За дарма ты работать. А и ты без гроша на него будешь вламывать. Ведь тоже? Не сдавалась баба. Ох ты, придурковатая. Я только чинить стану. А материалы, по-твоему, ничего не стоят, что ли? Материалы-то. 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 Да, шо по силам, шо по-вуму. Материалы-то. 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 Ты с молодой подольше проживешь. Я хочу, чтобы мы весело жили. Жить стало веселей. Хочешь, завтра я уговорю? Она согласится. Она согласится. Откуда взял, что уломаешь? Она сама говорила другой тетке, что тяжко ей жить без мужика. Ну, хоть какой-нибудь нашелся бы. — А ты у нас совсем хороший. За тобой тетки бегом поскачут. Только выбирай. Может, и я заодно оженюсь. И расхохотался дед и добавил. — А, признался мне Коленька, что ему в саду аж целых три девки приглянулись. — Целых три. Только про три, да? — А только вот одна из них еще ссыться в постельку, говорит. А другая палец из носа не вытаскивает. И все, что оттуда достает, она отдает нашему, ему. Бери и ешь. Наедайся. — А, да. Добра девка. Ничего не скажешь. Прямо, как ты. — усмехался Василий. — А чего вы с бабкой разбежались? — спросила вдруг Тонька, присев рядом. И заглянула прямо в глаза деду. — А разве она сама тебе не просказывала? — Она даже спрашивать мне не дозволяла. Грозила за любопытство розгай высечь. — М-м-м-м. Вон воно как. Свою жопу в небитых берегла, да? А вот душу сплошь и сгадила. — А шалашовка. А не баба. Дурная, безмозглая овца. — Единя, ты когда-нибудь узнала правду про все. И об ней, и про меня. И погрустнел старик. — Да я и мамку спрашивала про это. — И шо? И шо ж в она тебе просказала? — насторожился дед. — Ничего. Заплакала, и все. Попросила не донимать больше никого. — А то-то и оно. Да то-то и оно. А, видишь, правды боятся лохмоногие мартышки. Про себя не хотят признаться, да? А-а-а. Правда в очи колыть. — Да-а-а. Сбрыхать, покуда я живой, не решилися, да? — Угу. Больше палку возьму. — А шо, как прознаю, и башки на задницу, да? Сверну обоим. Как есть кручу. И скажу, шо так воно и было. — А шо они такого утворили, дед? — Кхм. — А пасля, скажу. Нынче и так мы с тобой засиделись оттуда. Ля, уже полночь. Завтра вставать надо раненько, засраня. Так шо, давай спадки, ложитесь. — А завтра? Завтра расскажешь? — Як получится. Будешь себя хорошо вести? — Ага. Тут одним вечером не кончишь. Долгая эта история. На всю судьбу. Вей всего-то до зарезу хватило. — Была бы баба поумней, глядишь, и жизнь не стала б такой холодной. Оттого и говорят, шо ботинки только лишь на зиму купляют. А и то примеряют. — А бабу вовсе несерьезно выбирать надо. Потому как она должна стать единой на целую жизнь. Так в мое время считали. А нынче над тем хохочут молодые мужики. — Им и по тридцать нету. А поглянь, уже по две, по три. Иные по четыре бабы сменили. И чё? Ничего. Следующая будет, да? — А ну и бабы такие пошли. Вон я в городе совсем недавно. А уж столько тут понавиделось у вас. Иная мамашка приходит за ребенком всякую неделю с новым хахалем приходит. То на одной, то на другой машине ее привозит. Вся в золоте, гляди. И откуда у нее столько денег? Хотя с виду глянуть вообще не на что. Ну, немытые овца. Как они на нее смотрят, а? Как они налегают? А мужиков меняют чуть ли не каждый день. Ты посмотри. Ха-ха. Нашла чем удивиться. Этих дешевок вовсюду повно. Даже в вашей деревне. Жаруют в они. А живут мало. Как та свиня. Потому как все об них ноги вытирают. Краше век одной бедовать, говорил старик хмуро и тонька верила ему. Дед, ну ты сам чего бабу себе не завел? А, дед? Ведь сколько лет вот один маешься. Хоть бы в хозяйке приглядел какую-нибудь. Та, с меня одной тебя по горло хватает. Двоих уже все, шея не выдержит. Хрумне. Перегрызете мигом. Отпаде. Хе-хе-хе. Секир башка буде. Отшучивался Петрович. Да я ж только недавно у тебя живу. Не у меня. Сама у тебя живешь. Твой это дом. На тебя и Коленьку переписав. И нынче вы тут, ходя и вы, вровень со мной. Чужим тут нету места. Оттого и старайся, внучка. Помогай свой дом. До ума, до весты. Дедунь, живи долго. Мы ж без тебя пропадем вовсе. Не спеши нас покинуть. Ведь только с тобой мы тепло узнали. Только тогда и поняли мы, какой должна быть родня. Не серчай, что я корявая. Тяжко мне в раз от деревни отойти. И сразу же все позабыть разом. А вот ничего. Ничего-ничего. Детя-тя. И вот утром, перед уходом на работу, разбудила она Петровича. Дедуль. Дедуль, завтрак на столе уже дожидается тебя. Вставай. Ты нынче собирался к деду Андрей жветь? Небось запамятовал уже, а? Да. Уже восьмой час. Старик мигом подскочил. Батюшки. Вот заспался старый хрен. Вовсе памяти не стало. А вот хорошо, будильник ты мой, разбудила. И торопливо он влезал в брюки, накинул ту зловесную рубашку, умылся и поцеловал уже одетого кольку. Проводил за порог обоих и вернулся к столу. Ел торопливо, на мына ваш туды, даже на Пирижову. Знал, что у Андрея нет хозяйки, покормить будет просто-напросто некому. Накидався, дед. Ты кто там вспомнит о той жратве, когда работает тут пропасть? А-а-а. Сразу в кишки все залетело. Весь день Василий Петрович возился с крышей. Чердак перекосило. Потом привел напарника по бригаде. Илью Ивановича привел. Вместе с ним сняли старый рубероид. Увидели, что несколько стропил надо заменить. А иначе не выдержит крыша зиму. Дырка будет. Несколько дней с ними провозились. Заменили на новые. И только лишь потом покрыли новым рубероидом. Крыша. Сами решили покрыть крышу железом. Работая в бригаде, всему научились. Все умели. И только перебрали потолки. На дворе резко махом похолодало, и снег пошел. А, мужики, успели? Все, слезайте вниз. В дом пойдем. Позвал Андрей со двора. Чего это тебе? Удивлялся Василий, высунувшись в слуховое окно. М? Сын воротился. Мой Федька домой пришел. Чуть не плакал мужик от радости. Поздравляем. Но пока мы тут не закончим, мы не спустимся. Нам только тут и осталось лестницу сбить и закрепить чердаку. Это недолго. Отозвалось сверху на два голоса. Федька воротился. А мы окна не успели выправить тут. Косые они и нынче стоят. Вот беда. Сетовал Петрович. Еще много чего надо. Но покуда крепкого мороза нет, кое-что да успеем, отозвался Илья Иванович, разогнув скрипевшую спину. Они работали до темна. Хотелось успеть побольше. А когда спустились вниз, в доме уже горел свет. А на столе полно еды стояло. Тонька. Постаралась. Моя. В доме Андрея было не только тепло и светло, но и чисто даже. А? Подмела хозяйка. Даже окривелые косые окна и те улыбались людям веселой отмытостью. На столе свежая новая клеенка. И цветы. А в тарелках чего только там нет. И когда только успела. И хотя вся в поту и в мыле, голова в цветах, на усталость не жалуются. Ты да и вы. Ты да и вы. Всюду поспевает. Уже целую неделю на десяток мужиков готовит баба. Вон они в раз оба, да а оба дома делают. В раз заделаем на такой-то столовой. Изба Василия почти готова. Белолицей стала. Как молодая баба. Но только бровы подкрасим. И баба молодая будет. Еще куда. И вот еще пару дней и закончат ее мужики обкладывать кирпичом. Перейдут на дом Андрея. А плотникам нужно заменить рамы, почистить швы межбровен, отремонтировать крыльцо и сарай. Моя любимая сарайка. Времени в обрез. Но Андрей словно оглох. Зовет в избу и все тебе. У него сегодня праздник. Сын вернулся. Это событие, конечно, нужно отметить. Михайлович сверкает улыбками. От сына ни на шаг. Федька, сынок, слава тебе, Господи! Ты дома! Говорит растерявшемуся, притихшему человеку. Какой и не ждал даже такой встречи. Даже не думал, что его здесь вот так вот ждали. Всякий день и минуту ожидали. Ты поешь, поешь, выпей, наедайся. Не жди мужиков. Мы успеем. А ты из дороги. Подвигал Михайлович тарелки ему с едой, бутылки и стаканы. Но Федя не спешил. Отодвигал все спиртное. Отвык от него за годы в зоне. И внимательно присматривался, прислушивался к людям вокруг. Их было много. И все чужие. И Федька, потерянно сжавшись, он так и сидел у окна. А за ним шел первый снег. Тоня первую видела такси, остановившись напротив дома Андрея Михайловича. Из машины вышел человек. Взял небольшой чемоданчик заднего сиденья и вошел во двор. Баба знала, что сосед ждет сына. И пошла предупредить старика. Но Федор опередил. Он вошел мигом, прикрыл за собой двери и, увидев отца, улыбнулся вымученно и хрипло сказал. Вот и я вернулся. Здравствуй, отец. Я вернулся. И сделал шаг навстречу старику и обнял его. Сынок, какое счастье! Ты дома. Мы вместе. Смеялся и одновременно плакал человек, одуревший от счастья. Федор долго стоял посредине прихожей, будто разом забыл, что нужно дальше делать. Разденься. Входи в свой дом. Уж не обессудь, не управился с ремонтом к твоему возвращению. Все недосуг. Руки не лежали ни к чему. Валилась из них работа. А когда сказал, что возвращаешься, решился порадовать тебя. Но он не успел управиться. А Тонька уже накрывала на стол. Ничего мудрящего здесь не было. Никто не знал, что Федор приедет именно сегодня. Но все получилось отменно. Мужчины выпили за возвращение Федора в дом. Пожелали ему удачи, здоровья и светлой судьбы в будущем. А человек, слушая их, молча кивал своей головой. Он отвык от такого внимания. Старался остаться незаметным и ни с кем не вступал в разговор. А Тонька только лишь подавала на стол. А когда люди поели и вышли из кухни, пошли продолжать работу. Баба быстро убрала со стола и поспешила уйти, чтобы отец с сыном могли пообщаться наедине. И вот уже вечером, возвращаясь с работы вместе с Колькой, приметила Федора возле дома. Он сидел под опавшим клёном сутулившись и отчего-то дрожали плечи этого человека. Тонька так и не решилась подойти. Она поняла по-своему, что, вернувшись домой, Федор столкнется с памятью. А в ней, как и в жизни, не все случается гладким. Что-то очень больно отзовется. Прям по мозгам. И именно в такие минуты лучше не мешать. Пусть сам переварит. Когда вернулся домой Василий Петрович, Колька уже спал. Антонина, справившись по дому, ждала деда. Разогрел ему ужин. Дед устал до изнеоможения и есть отказался. Мя! Я к спа-ты потом. Присел у окна перекурить. А тут Тонька со своими вопросами пристала. Ах ты! Как говнок штанам. Дедунь, а за что Федора судили? Эх, за дурь. Дурнобожка. И резко оборвал ее. А что он утворил такого? Не отставала баба. Убил. Вбивец. Кого? Невольно ахнула Тонька. Эх, гада одного уложил. Может, даже и верно утворив. Но не стоило, конечно, грех на душу брать. Еди на горы не подмог. Только срок получил огромадный. Да родителей он несчастными зарабыв. Отмахнулся Василий Петрович и добавил тихо. «Хоча на его месте многие так утворили бы. Я б тоже утворив. А потому и не судья я ему». Но Федя за свое сполна уже отмучился. Не пощадила судьба. Единое счастье, что живым к отцу возвернувся. Мать его так и не увидела сына вольным. Не шутей на это дело. Десяток годов отбыть в зоне. А какой-то он чудной, заметила я. Как стебанутый. Я ему чистое белье, рубаху подала, чтоб с дороги помывшись переоделся из тюремного. А он не стал. Он отказался. Будто домой на время пришел. А ты не дивись. Не дивись. Все так-то. Каждый, кто вышел из тюрьмы, он не в раз верит волю. Все кажется, что за ним придут и снова упекут за решеточку. Это все оно последствия зоны. И от них скоро никак не избавиться. До конца жизни будешь так шарахаться. Тут время надобно. И особо тяжко тем, кто ни за что срок тянул. Вот им особо больно. И закурил дед. А у нас в деревне Варвару отловили. Она самогонку продавала. На две зимы в тюрьму законопатили за то, что государственную монополию подрывала под корень. Пятерых ее детей не пощадили менты проклятые. Но это сидела она. Пришла домой, и на радостях она так ужралась, что с огорода неделю не могла вылезти. Так и стояла кверху жопой, как тот подсолнечник. Голожопа в огороде. Представлю себе. И зачем? Неужто в доме места не хватило, а? С соседом на подсмех удивлялся Василий Петрович. А она там сразу же и закусывала. Прямо с грядок. Самое свежее. Насвежавшее. Да, душу отвела. Когда до горла достала, в сарай ее перетащили. Вот где она оторвалась. Ну и теперь никому не продает самогонку. И никого не угощает. Ха! А кто купит? В деревне все свою севуху гонят. У каждого свое. В каждом доме хоть залейся ею. Усмехался старик. Э, не. Теперь боятся друг друга. Ведь вот и Варвару кто-то заложил ментам. Ведь заложили. А как ей было жить старовой ребятни? Вот как прокормить? Вот и нашла выход. Ну и его перекрыли этой бабе. Как есть перекрыли единственные. А? А где же ее мужик девся? Что детвору нас тругав? Не уж что он на другое негодный, а? А в чем ты, дедунь? Или не видел деревенских? Или забыл, как они пьют? Многие, может быть, вспомнили этого автора. Помните? Варвара, Варвара. Так у меня осталось. Варвара. Ага, угу, с этой песни. Варвара и все. А все-таки Варвара. Нос оторвали. Это была вторая серия на сегодня. Все последующие серии находятся в плейлисте прямо под видео. Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить ничего. Нужно нажать на колокольчик, и тогда все эти будут вам приходить прямо по адресу, и тогда вы точно ничего не пропустите. Колокольчик и все уведомления. А на сегодня шо? А на сегодня все. Споки-ноки. Покедова. Завтра девятнадцать ого. Заводите будильника, чтоб не проспать, деду. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...